Дорогие зрители, сейчас я попрошу закрыть глаза и представить в голове одну маленькую историю. Вы родились абсолютно здоровым, счастливым ребенком, но в возрасте 12 месяцев с вами произошел несчастный случай, который изменил всю вашу жизнь. По неосторожности ваши родители уронили вас на раскаленную плиту и разумеется вы слишком малы, чтобы понять что же с вами произошло. Но в этот момент все ваше тело свело и вы слышите запах собственной жженой кожи, потому что спухшая волдырями кожа пылает, словно ее только что сунули в раскаленное масло. Единственное, что вы можете сделать, это раздать свой детский плач. В ближайшей больнице в экстренном порядке вам оказывают первую помощь, но боль так и не стихает. К сожалению, в штате клиники не оказалось реконструктивного пластического микрохирурга, который мог бы оказать вам специализированную помощь. После этого злополучного дня у вас начинается борьба за достойную жизнь. Проходят дни, недели, месяцы, но вы не можете полноценно спать ни днем, ни ночью. Вас все так же тревожит боль, жжение, особенно остро ощущаемые при прикосновении. Все ваше лицо в ожогах, а кончик носа вследствие ожога полностью отсутствует, и вам остается просто ждать, пока не стихнет боль. Представили? Теперь откройте глаза. Меня зовут Ежик Василь, я пластический хирург. Сколько себя помню, я всегда мечтала стать хирургом. После окончания ординатуры по специальности пластическая реконструктивная хирургия, я определилась со своим узким направлением и решила помогать уже людям с врожденной деформацией носа. В священный месяц Рамадан мы начали с благотворительных операций у пациентов с данной патологией. Это был мой первый опыт благотворительных операций. И именно тогда я познакомилась с нашей самой маленькой героиней, о которой вы слышали в начале. Ведь именно с нее я начала свои выступления. Также родные рассказали нам, что девочка не ходит в школу, из-за постоянных издевательств сверстников. Вы только представьте, какие эмоции она испытывала, ежедневно приходя в школу, являясь объектом постоянных издевательств и насмешек. Мы благополучно провели первый этап реконструктивной операции, который дался нам не так просто, как мы ожидали. Наша самая маленькая героиня испытала весь спектр эмоций. Отчаяние, страх, неизведанность и многие другие эмоции, которые я даже не смогу вам передать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова К сожалению, на этом этап ее восстановление не закончен. Ее ожидают долгий путь к психологическому и эстетическому комфорту, так как ожидается второй этап реконструктивной операции. Этот этап мы планируем через 10 лет. По итогу мы провели 12 благотворительных операций, но лично для меня это 12 историй, 12 судеб и 12 пациентов, которые занимают теперь особое место в моем сердце. Я никогда не любила утро, потому что я не люблю проспаться, но вы крутые. Не плачь, что давайте пособлемо утром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помимо отличной учебы в стенах своего Alma Mater, я постоянно совершенствовала свои знания в лучших учебных заведениях Южной Кореи, Америки и Турции. Я помимо теоретических знаний ежедневно медленно и монотонно тренировала свои руки в хирургии, дабы быть лучшей. Я буквально выжигала каждое действие своих рук до автоматизма и до сих пор продолжаю выжигать. Несмотря на всю сложность выбора своей профессии, я могу сказать, что хирургия – это моя ниша. Не бойтесь совершать ошибки и учиться на них. И всегда старайтесь повышать свои профессиональные навыки. И напоследок я бы хотела уже поделиться фото с выписки нашей маленькой героини, которая всегда греет мне сердце и душу. Я с уверенностью могу сказать, что я стану тем специалистом, который поможет ей в будущем и множеству других пациентов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok